Главные элементы реально располагаемых денежных доходов, конечно, это заработная оплата в структуре, которая занимает почти 65%. Конечно же, это трансферты, это пособия, я вам говорила, что они будут расти в реальном выражении в 1,2 раза. Это пенсии, это стипендии. Поэтому остановлюсь на основных двух моментах, это, конечно же, заработная оплата и пенсионное обеспечение. Что касается оплаты труда, то, как уже было отмечено, задача текущей пятилетки – обеспечение роста заработной платы за счет производительности труда. При этом акцент мы будем делать адресно, держа руку на пульсе именно на тех организациях государственного сектора, может быть и частного сектора, там, где действительно серьезный разрыв в заработной плате со среднеотраслевым значением прошлого 2020 года. В чем причина? Почему сегодня внутри одной отрасли разная дифференциация по уровню заработной платы? И что необходимо сделать? Для этого стоит задача текущей пятилетки – увидеть эти предприятия, разработать такой комплекс мер, для того, чтобы сократить эту дифференциацию, внутриотраслевую дифференциацию в оплате труда. Если мы говорим про низкооплачиваемую категорию граждан, то, конечно же, это опережающий рост минимальной заработной платы. Но здесь мы говорим себе и поставили главный индикатор, что в текущей пятилетке минимальная заработная оплата, а это прежде всего оплата низкоквалифицированных работников, должна быть не менее 30% от прогнозируемой заработной оплаты на очередной календарный год. Отдельная категория, по которой мы пойдем в текущие пятилетки. Если мы с 2018 года говорили о повышении заработной платы учителей и врачей, и вы видите сегодня тот уровень 2020 года, на который мы сегодня вышли, то задачи текущей пятилетки мы говорим сегодня по повышению заработной платы не только врачей и учителей, мы говорим о повышении заработной платы профессорско-преподавательского состава, говорим о повышении низкооплачиваемой таких категорий, как работники физической культуры и спорта, работники социального обслуживания и работы сферы культуры. Вы видите, что работники сферы культуры к концу 2025 года соотношение должно прирасти на 38% пунктов и состоять в 80% от средней зарплаты по стране, такое же соотношение по социальным работникам. Пенсионное обеспечение. Сегодня в стране действует государственная солидарная система, которая охватывает 100% граждан нашей страны. На протяжении нескольких десятков лет параллельно существует добровольная накопительная система. Да, она сегодня не получила такого серьезного развития за вот эти годы. Всего лишь буквально 5% занятых в экономике пришли на эту дополнительную добровольную накопительную систему. Но мы понимаем, государство не снимает с себя обязательства развивать дальше солидарную систему, и обеспечивая государственные пенсии граждан нашей страны в увязке с заработной платой конкретного человека, с конкретным стажем конкретного человека. Какой уровень заработной пенсии государственной будет у человека, это прежде всего зависит от его стажа и от его заработка. Если человек хочет иметь выше уровень пенсионных своих возможностей, для этого бесспорно необходимо развивать добровольное накопительное страхование. Механизмы эти, задачи разработать текущие пятилетки, не просто разработать, а внедрить в текущие пятилетки действительно экономические стимулы, которые заинтересуют человека войти в эту добровольную накопительную систему, чтобы обеспечить себе дополнительную подушку безопасности и повысить уровень качества жизни на пенсии. И, конечно же, заинтересовать нанимателя, чтобы человек, его работник пошел в добровольную накопительную систему.